Всем привет! Сегодня хотелось бы сделать краткий обзор мотора. Я так понял, это BMW, скорее всего. Хотя, может, тогда она еще не называлась BMW. В общем, пройдусь по некоторым компонентам. Так, на блоке, ну, саму аббревиатуру BMW я нигде не нашел, нигде. Даже на блоке вот, встречал там я. Вот с левой, с правой стороны блока надпись была, когда-то видел. Но здесь нету. Просто номер, просто номер. Такой же, по-моему, с левой стороны тоже где-то номер набился. Вот так это 27, в конце. 5. Так. С задней стороны. Вот. Тоже какой-то номер. Да, ну и вот, я так понял, курочка. Это орел свастика. Так, на маховике у нас тоже номер выбит. Треугольничек. Что ж ты падаешь-то? Тоже какие-то буквы. Может, кто-то знает. Напишите, пожалуйста, что это значит. Но это, я так понял, может, каталожный номер. Вот, читаю в интернете, чтобы по этому номеру можно определить год выпуска. Ну, здесь, когда я смотрел, смотрел, ну, не нашел я. Но до выпуска нету здесь. Так. коленвал тоже смотрел. Какие-то он желтые точки. Что-то такого существенного на какие-то надписи я отсюда не вижу. Ну, наверное, надо будет разобрать его потом. Так, снял я эту крышку. Вот она стояла здесь. Вот так вот она стояла. Как-то стояла, да. Так, это, я так понял, распредвал. Это коленвал. Тут или маховик, что-то, ой, или, как он называется, господи, забыл. Шкив или звездочка вставляется. В общем, не знаю. Вот. И по логике, я так думаю, он вращает распредвал. Тут тоже что-то должно остановиться. Да. Но второй момент мне непонятен. Кстати, вот генератор Norris. Второй момент мне непонятен. Что вращает этот генератор? Как он вращается? От чего? То есть, если коленвал тут вращает распредвал. Хотя, может быть, на два ручейка этот. Шкив, шкив. Может, хотя с другой стороны. Может, шкив идет на два ручейка. Да, скорее всего. Потом вращает и генератор. Так, что меня удивило, что на каждой крышечке везде клейма, везде просто. Вот тоже орел гордо выбит каталожный номер. Это ложный или просто номер. В общем, не знаю. Вот какая-то буква. М. Так, здесь тоже на этой крышке. Тоже на этой крышке вот номер. Гал-Си-Ку-К-Б. И вот тоже орел виднеется. Слева от буквы К. К-2. Может, кто-то знает, что это все обозначает? Расскажите, пожалуйста, поделитесь. Я так сам буду, конечно, в интернете читать. Но подозреваю, что информации не так уж там и много, поэтому будем искать. Так, вот крышка, которая закрывает. Я так и не понял, зачем, кстати, эта вот ниша. На самом деле, так, вещевой ящик или бардачок. Не знаю. Так, вот эта закрывалась она этой крышкой. Тут тоже номер. Гал-Си-Ку-ЭК-Б. Что это значит? В общем, для меня загадка. Тут курицы нету. Может, есть это? Здесь я не дочистил просто. Не знаю. Так, вот. Кстати, меня тут крышка удивила. Вот тоже номер. Вот справа КН. Кстати, вот эта крышка, мне уже попадались запчасти вот такими именно обозначениями. Вот вверху значок БМВ. Значок всем известный, да? Вот КН-аббревиатура. Мне такие запчасти уже попадались. БМВ-р-71, крышка ГРМ и головки. Вот там были эти обозначения. Вопрос у меня возникает, почему вот на этих деталях нет такого обозначения. Я так подозреваю, что, может быть, эта крышка... Ну, просто поставили другую крышку. Может, в более поздней версии. Как вы думаете? Поделитесь вашим мнением. Что вы думаете по этому вопросу? Ага, еще голова у нас. Вот еще голова. Тут тоже надписи, аббревиатуры. Да, но вот той аббревиатуры КН и значок БМВ здесь тоже нет. Да. Так что вот так вот. И цилиндр... Цилиндр... Тоже я хоть только не искал. Цилиндр я тоже видел с R35. Попадались мне, да. Я вот в этом месте... Вот... На тех цилиндрах обнаруживал треугольники. Ну, здесь я почему-то такого не нашел. Не нашел. Нету, нету. Выработка есть, конечно, чуть-чуть, но... Камера, конечно, не передаст, но... Она даже ощущается на палец прилично. Так... Да, еще вот интересно. Я всегда думал, что генераторы на БМВ поставляли чисто Bosch. Ну, как оказалось, это не так. Вот Норрис. Фирмы Норрис не попадались на моем веку в сигнал. Да, сигнал попадался Норрис. Я так подозреваю, наверное, был с Цюндапа. Вот. Ну, вот попался еще и генератор. В общем, просьба к вам, пожалуйста. Может, кто-то знает. Год выпуска... Или подскажите, как определить. Или, может, вы знаете. Может, как-то выйдите на связь. Я скину какой-то номер. Узнаем. Год выпуска этого мотора. Так, спасибо за внимание. Я думаю, вам было интересно посмотреть. До скорой встречи.